Всем привет! С вами канал Космостар. За свою кинокарьеру Сергей Пиора успел поработать в 50 проектах, но большинству зрителей он все-таки известен по детективному сериалу «След» и «Молодежному универу. Новая общага». Почти двухметровый актер обладает несомненной харизмой и внешностью, не дающей покоя прекрасному полу. Однако предан он своей единственной жене, которая младше его на 10 лет. Как живет сейчас звездная пара, которая в кино играла отца с дочерью, а на самом деле муж и жена, далее в нашем ролике. Слава к Сергею пришла достаточно поздно. Все дело в том, что Пиора вырос и учился в Екатеринбурге, а после долгое время работал в Сибири, вел утреннюю передачу на телевидении, а также играл на сцене театра «Красный факел». Кто знал, что после будут роли в популярных сериалах «Универ», «След» и «Профиль убийцы», с будущей супругой Пиора познакомился в родном театре «Красный факел». Сергей работал в нем с 1996 года, а в 2003 году в труппу устроилась юная Елена Головизина, только окончившая театральное училище. Елена была на 10 лет моложе Сергея, но разница в возрасте никак не помешала их отношениям. У актеров завязался служебный роман, а в 2006 году они поженились. Вместе в 2007 году супруги отправились покорять столицу, где неоднократно работали на одной съемочной площадке, в сериалах «Все смешалось в доме» и «След». Любопытно, что в сериале «Все смешалось в доме» Сергей и Елена исполнили роли отца и дочери. По сюжету главный герой Иван Бобов – вдовец, который в одиночку воспитывает четверых детей. В Москву супруги поехали исключительно ради Елены, поскольку она получила роль одной из дочерей Бобова, а сам Сергей изначально должен был сыграть эпизодическую роль. Но на кинопробах актер настолько поразил всех своей харизмой, что ему доверили сыграть главного героя. После того, как в 2009 году у супругов родился сын Арсений, Елена стала больше уделять времени семье. Кстати, известно, что актриса уже давно носит фамилию мужа – Пиора. Но для сцены и съемочной площадки решила сохранить свою девичью фамилию. Елена периодически продолжает сниматься в небольших ролях в кино, в 2017 году она сыграла в фильме «Аномалия». У Сергея же, напротив, очень плотный график, каждый год с участием актера выходит несколько картин или сериалов. Помимо работы в сериалах, он занят и в антрепризе. Стоит отметить, что зрители восхищаются не только игрой актера, но и его удивительным внешним сходством с легендарным артистом Юрием Яковлевым, Ипполитом и Иваном Васильевичем советского кино. Некоторые поклонники даже уверены – Яковлев и Пиора – родственники. На самом деле, это, конечно, не так. Хотя работы Яковлева Сергею очень нравится, признается кумир.